здравствуйте друзья меня зовут Рустам и сегодня провожу мастер-класс по акварели будем рисовать город Выборг это будет простая улица осенний вид погода после дождя у нас есть уже готовые материалы есть акварельные краски есть палитра все что нам нужно под рукой уже есть просто начинаем рисовать уже на готовом формате А4 начинаем прорисовывать линейный рисунок простым карандашом здесь у нас будет улица если у нас будет тротуар справа тоже тротуар везде будет осенние листва провожу просто схематично выстраиваем само композиции композицию рисунка здесь у нас будет строение небольшие здесь у нас будет центральная часть это у нас башня я так понимаю это очень старинная башня она сохранилась и это будет центральной частью нашей композиции то есть композиция это у нас то куда у нас падает взор то цепляет то что нацепляется глазу самым первым это у нас будет башня и вокруг башни будут осень осенние листва вот такими простыми линиями прорисовываем про выстраиваем композицию вот и башня очень интересная крыша непростой формы также будем ее выстраивать на рисунок уходит примерно ну не так много времени но рисунок очень важен для того чтобы выстроить основной рисунок и по готовым рисунком мы уже начнем красками прорисовывать саму картину здесь у нас будет шпиль самой башни в Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у нас башня практически готова Башня, кстати, состоит из нескольких уровней Там первый, второй этаж По-моему, да, по-моему, на три этажа Когда мы выстроим полностью весь рисунок, можно уже начать окурель Башня у нас состоит из нескольких граней Возможно, это шестиугольники или даже восьмиугольных форм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь мы прорисовываем окна Окна третьего этажа, окна второго этажа Здесь я прорисовываю детали, чтобы было понятно, что где находится Где расположены окна В нижней части этой башни Есть кладки Кладки древней стены Очень интересная Древняя конструкция сохранилась Здесь будет у нас дверь Маленькая, небольшая дверь Это у нас уже первый этаж Перемещаемся уже к другим строениям Основная композиция, центральная часть у нас уже готова Это у нас башня Она, в принципе, уже готова Здесь у нас будет решетка окна Добавим здесь тоже детали Вот такая вот необычная шапочка Этого пика, самой крыши Конусообразной формы Мы ее тоже прорисуем, чтобы увидеть, где какие грани находятся Чтобы было понимание Но можно сказать, что половина рисунка уже готова Мы переходим к другим деталям Кстати, каждый мастер или художник Он рисует сам Любой художник прорисовывает то, как сам умеет Линейный рисунок у каждого будет свой Свой характер Свой стиль Все по-своему Может быть, это у другого Может быть, это простой рисунок Совсем схематичный Просто обычный, линейный рисунок Кто как умеет И кому как нравится То есть Устраивание рисунка Наверное, будет, скорее всего Именно Отражать Ваше состояние На то Что вам больше всего нравится Здесь уже будут деревья Поэтому рисунок В принципе, это В принципе, как и самотворчество Очень индивидуально И у каждого будет все получаться по-своему У каждого будет своя изюминка Здесь у нас уже начинаются ветви деревьев осенних Здесь прорисовываем дерево У нас будет с левой стороны Здесь у нас будет дорога Здесь еще одно строение И в принципе, рисунок Он может выглядеть у всех по-разному То есть Не обязательно выглядеть именно так Чтобы у вас все было именно Все в один в один Но, в принципе, построение Ну, как бы Должно быть То есть Восприятие Чтобы просто Понимать, где и что находится Чтобы сохранить какие-то пропорции Чтобы выглядело именно Так, как есть на фотографии Либо в самой реальности В принципе, для этого и слушать рисунок Но у каждого Все будет происходить по-своему Например, чтобы выстроить Линейный рисунок для акварель Может быть, не обязательно Все выстраивать И Можно просто Схематично все начать И Уже начать саму живопись Возможно, некоторые мастера Уже Начинают свою живопись Аквареливать сразу Без рисунка И они начинают понимать Что Им это намного удобнее И живопись уже Начинается именно Даже без построения рисунка То есть Они уже понимают Что Можно начинать сразу И есть такие мастера Которые просто Прорисовывают Уже Саму композицию Все выстраивают В цвете Именно уже Самую живопись Без рисунка Может быть, это и ваше Может быть, и нет Как бы Здесь все Тоже очень индивидуально Так Здесь у нас будут деревья Прорисовываем Ну вот Постепенно как бы рисунок Начинает проявляться И Можно увидеть В целом Саму композицию Уже начинается Простраиваться С левой стороны Точнее С правой стороны У нас будет Такая небольшая Аллея деревьев С осенними Желтыми Листьями В этой живописи Попробую передать Настроение Самой осени И как будто Уже прошелся дождь И дороги Мокрые Но это уже В процессе работы Будет уже видно Поэтому рисунок Служит именно для того Чтобы просто Прочувствовать Уверенность Что живопись Будет сделана Именно так Можно ее показать У каждого Будут свои приемы Так Здесь у нас тоже Деревья Вся аллея у нас Будет деревья Здесь С правой стороны Некоторые Некоторые художники Начинают Сразу Начинают В цвете И они Начинают Именно С детализации То есть Такой метод Тоже есть И он Как бы Он очень Индивидуальный И каждый По-своему Начинает Творить Каждый Свой стиль Своя стилистика Каждый Уверен В своем Направлении Все делают Так Как умеют И Наверное В этом Изюминка Каждого Настоящего Художника И каждый Совершенствуется Так Как ему Нравится Но это Уже Проявление Вашего Внутреннего Мира Вашего Состояния Можно Так Сказать Поэтому Ваше Творчество Это просто Ваша Свобода Ваше Отражение Самих Себя И В принципе Наш рисунок Уже Начинает Выстраиваться Возможно Еще Пару Деталей Буду Делать И Потом Начну Самую Гвариальную Живопись Как Смешивать Цвета То есть Цвета Смешиваются По ощущениям То что Вы Видите Чувствуете Целом Чтобы Передать Свет Просто Смотрите Тонарность Как Увидите Если У вас Есть Вы Чувствуете Где Есть Темное Пятно Где Есть Светлое Пятно Вы Начинаете Прорабатывать Именно Те Ущества Где Больше Всего Цвета И Больше Всего Тона То есть Рисунок Просматривается От Светлого К Темного То есть Как Пятно Черно Белое Где Черное Где Светло Где Потемнее Или Среди Тон И Вот Само Состояние Просто Передается Через Цвет Через Тональность Через Контраст Но Это Можно Ощутить Уже В Процессе Самого Творчества Поэтому Цвета Они Тоже Очень Индивидуальны Но Этому Тоже Нужно Учиться Так Уже Начинаем Акаврель Я Смачиваю Фон Где Есть Небо И Начнем Наверное Да Сразу С неба В принципе Многие Наверное Начинают С неба Но У меня Это Так Получается То есть Я Сразу Прорабатываю Небо И Потом Уже Начинаю Прорабатывать Саму Саму Композицию Сам Рисунок Обучим Смачивать Не Все А Часть Неба Здание Оставим Сухим Остальное Просто Будем Прорисовывать Цвет Цвет Неба На самом деле Там Цвет Неба Намного Темнее А Я Сделаю Немножко Светлее По Настроению Неба Набираем Цвет Это у нас будет Синий А с Примеси Голубым не просто обычными мазками если вдруг что-то не то можно просто сразу смазать любым пальцем либо прорабатываем здесь немножко сделаем темные пятна придадим немножко объему самим облака немножко приводим настроение как будто у нас есть голубое небо белоснежными облаками так залили практически полностью проработали часть неба немножко еще с левой стороны будет проработка и вот у нас уже проявляется такое настроение настроение неба здесь немножко сделаем более контрастно более сочные тона подчеркнуть именно цвет неба с облаками и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, желательно, конечно, чтобы они были более-менее нормальные То есть художественные настоящие краски Цвет, ну, конечно, цвет лучше... Были самые основные базовые Дополнительные тоже имеют свойства, чтобы они были... Так, прорабатываем дорогу Здесь у нас будет дорога Дорога у нас будет после дождя Она будет размытая Здесь у нас дорога, асфальт Дорожки тоже есть Субтитры создавал DimaTorzok Здесь будет отражение самого цвета неба Субтитры создавал DimaTorzok На темном участке у нас отражение деревьев Столков деревьев Также самой башни Потом снова цвет неба и так далее То есть передаем настроению Настроение самой осени И на этой ноте, наверное, буду завершать Желаю вам приятного просмотра С вами был Рустам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok